Свежайшие поступления бюджетных французских кленов. Вашему вниманию предлагаются две бритвы. Обе яркие представительницы классической французской школы. Обе на роговых оправах. Обе роговые оправы имеют с одной стороны трещину, что не может не сказаться в положительном ключе на ценообразование каждой из моделей. Бритвы разбирались, оправы проклеивались с двух сторон. Трещины имеются ввиду. Клинки вычищались, в оправы собирались, затачивались. И вот они предлагаются вашему вниманию. 69 номер Тьер-Эсар. Серебряная медаль. Это еще конца 19 века бритва. Вот трещина. Она пролита с этой стороны и с внутренней стороны точно так же. В данном случае бритва непользованная. Вот здесь вот где-то водичка накапала. И вот такая вот... Оставила после себя вот такой отвратительный след. Естественно, это все вычищено. Клин. Размер 6 восьмых. Только прекратил затачивать. А точнее сказать... Точнее будет выразиться, заточил. Предварительно, как и любые бритвы, которые ко мне в руки выпадают, бритвы были обеззаражены. Далее почищены и, в общем-то, заточены. Ничего нового. Стали отличные. Точатся легко. И просто. Вот такая вот номер раз. И вот номер два. Это у нас майне Амманталемар. Вот такой клин. Ему кто-то пытался здесь снести слегка. Ну, сделать ее площадь. Хотя это тоже клин. С этой правой тоже самое. Вот такая трещина. Была пролита с этой стороны. И... Была пролита со стороны с внутренней. При аккуратном обращении будет служить и служить и служить. Соответственно, при неаккуратном обращении можно из строя вывести все, что угодно. Здесь, кстати, клинышек свинцовый. Так, это мы уже в обратную сторону погнали. Значит, обе бритвы в одинаковом размере и будут представлены в одинаковой стоимости. 50 долларов за каждую штуку. Более чем разумно, более чем резонно. Возможно, не лучшего состояния. Да, трещина есть. Но, как для работы, вот так, с головой. Вашему вниманию прошу любить и жаловать. Я же с вами надолго не обращаюсь. Всем приятнейшего вечера и до скорых встреч в эфире. Пока.